Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинцы. Коротко про этот день. Доповедь у военных главком Сырский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Добавляем долгосрочные возможности производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения я дал и министру обороны, и наставке. И еще несколько вещей. Говорил с президентом Молдовы. Поздравил Майю Санду с победой на выборах и с тем, что курс на реальный суверенитет Молдовы выдержал испытания. Для всех государств нашего региона и реальная безопасность, и реальная социальная справедливость, и реальное преодоление бедности – все это возможно только при реальной интеграции в общее европейское пространство. Евросоюз – это глобальный субъект, один из самых привлекательных мировых рынков, настоящий защитник человеческих прав и возможностей каждого общества. Конечно, есть разные внутренние проблемы и противоречия, в частности в Европе. Но выбор, когда этот выбор европейский, это всегда выбор в пользу нормальной жизни. То, чего никогда нет и не будет при таких режимах, как в Москве. Поэтому важно, что Молдова остается с Европой. И мы в Украине всегда готовы поддержать наших друзей на пути интеграции. Сегодня же говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за поддержку нашего государства, наших людей. На днях наша команда представила в Канаде подробности плана победы. Канада поддерживает план победы и мотивы Украины и срочность этого плана. Я поблагодарил за проведенную в Канаде конференцию по возвращению всех наших пленных и всех наших депортированных, взрослых и детей. Также провел встречу в Киеве с министром иностранных дел Германии Бербок. Я поблагодарил ее за всю немецкую поддержку для Украины. И мы обсудили ситуацию как в Европе в целом, так и в нашем регионе. Ситуацию сейчас. То, как можно нажать на Россию, чтобы приблизить мир. И еще одно. Сегодня профессиональный день почти для 200 тысяч украинцев и украинок, всех работников украинской железной дороги. У меня была возможность поздравить их, поблагодарить их. И, пожалуйста, не забывайте всегда благодарить таких людей, кто работает в таких особых наших отраслях, которые держат на себе все остальное в этой стране. Я горжусь нашими людьми. Слава Украине! Слава Украине!